Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию Галины Анатольевны, 10.06.1958 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Нашла. Хорошо, и Галина сейчас, значит, три выходит из своего биоробота. Один, два, три ее тонкая копия. И если что-то еще в биороботе Галины осталось, она тоже сейчас выходит. Значит, три, один, два, три. Любая другая копия голограммы. Все чужеродное. Это не одна копия. Одна копия, да? Да. Хорошо, защищаю ее защитным костюмом из энергии абсолюта и поднимаю ее в комнате диагностики. Один, два, три. Подожди. Я ее биоробота не вижу. Как биоробота не видишь? Ну, она не выходит из него, получается. Хорошо. Я обращаюсь к Галине. Галина, мы работаем по вашей просьбе. Мы просим, пожалуйста, выйдите из своего биоробота для того, чтобы мы могли с вами пройти чистку. Насчет три. Один, два, три. Это не она. Это не она. Мы попали в голограмму, да? Получается, да. Или как двойник какой-то. Мы можем быть на месте. Мне кажется, там еще сидит внутри. И я даю команду. Сила моего намерения. Выходит тонкая копия Галины из биоробот, из системы биоробот-душа. Один, два, три. И становится рядом с голограммой. Оригинал становится рядом. Давай сделаем маячок. Поставим маячок. Зеленый, красный. Если это она, зеленый цвет. Если это красный, то это не она. Один, два, три. Какого цвета маячок? Маячок зеленый. Хорошо. Будем доставать. Что сейчас происходит? Подожди, сейчас секунду. У меня какое-то ощущение, что она где-то здесь рядом, но это не она. Хорошо. Как закрыта, что ли. И я даю команду. И силой моего намерения я притягиваю Галину к ее биороботу. Он становится рядом. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Знаешь, она как в какой-то стеклянной комнате. Она стучит внутри, чтобы ее услышали и выпустили. Ты видишь эту стеклянную комнату? Да. Давай. Я подхожу к ней и разбиваю ее своим копьем. Ударом. Один, два, три. Удар. Она плачет. И за ней как темнота такая. Мы сейчас все их вытянем. Хорошо. Она вышла из этого. Комната разбита? Да. Отлично. Она подходит сейчас к своему биороботу. Один, два, три. Значит, у нас стоит одна копия и один оригинал. Подожди. Вообще, вот то, что мы нашли сразу, оно как кукла. Оно даже не как голограмма. Оно как что-то сделанное. Это артефакт. Я понял. Это магия. Так, стой. Потом сейчас у нас вот эта разбитая комната, из которой вышла она. Но это вышла. Вышел эмоциональный фантом, вышел. Хорошо. Значит, она разбита по фантомам, видать. С эмоциями у нее что-то. Хорошо. Значит, у нас оригинал подошел сейчас к биороботу, да? Нет, у нас больше пока никого. У нас есть вот этот артефакт, как кукла она. А потом у нас есть эмоциональный фантом, который был закрыт в какой-то комнате. Хорошо. Давай сделаем следующее. И я даю команду. И к этому эмоциональному фантому начинают притягиваться все остальные шесть фантомов. Один, два, три. Все фантомы начинают соединяться. Все семь фантомов. Сейчас я вижу ее. Да, сейчас вот и есть. Кто-то конкретно постарался. Хорошо, Верочка, давай, значит, она у нас сейчас есть. Берем ее в защитный скафандр. Бери и эту куклу, которая рядом стоит, в кошелку, в мешок. У тебя есть специальный мешок для транспортировки. И, значит, три вместе с тонкой копией Галины. И этим артефактом поднимайся в комнату диагностики. Будьте в ней. Один, два, три. Да, мы здесь. Отлично, хорошо. И, значит, три артефакта отправляется в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Готово. Отлично. Мы приветствуем Галину. И интересуемся, готова ли Галина к диагностике. Доверит ли она нам свои биополи на период сеанса? Она доверит. У нее очень мало сил. Считай энергии. Сколько у нее сейчас энергии? Один, два, три. У меня вообще 32 идет. Ужас. А Герц? 7? 7-8. Это же демоняк. Ладно, хорошо. 32. Ей не надо будет ничего сегодня делать. Я буду своей энергией все делать. Мы сейчас сделаем тогда следующее. Галина заходит в скэнер. Я программирую скэнер. Даю ему команду. Она плачет без конца. Галина, успокойтесь. Слушайте только мой голос. Один, два, три. Только мой голос. Смотрите на меня. Она меня слушает? Да. Галина, мы находимся здесь по вашей просьбе. Мы сейчас проводим вашу чистку. Пожалуйста, соберитесь, выключите все эмоции, слушайте каждое мое слово и наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Все будет хорошо. Я вам обещаю. Договорились? Кивай там. Отлично. Отлично. Все. Больше никаких слез. Хорошо, Верочка. Давай, значит, сделаем следующее. Разбей ее сначала для начала на 7 фантомов. Посмотрим их. Один, два, три. Пройдемся по всем 7 телам. Они почти все пустые. Сейчас скажу. Первым сидит демон. Он ее ноги как ломает. Сейчас я ему что-то сломаю. Эмоциональное мы вытащили. Оно было вообще находилось в клетке. Ты говорила в этой комнате стеклянной. Смотри, да. Он был в комнате и стояла вот эта, но ее трудно назвать голограммой. То есть это плотное такое артефакт, как ты называешь его. То есть как кукла вот такая стояла полностью. А у нее зеленая. Подожди, давай сразу. В первом у нее демон. Во втором желтое. Оранжевое, желтое и зеленое. Они как вместе слипшиеся. И это как слизь какая-то. Я догадываюсь от кого. Дальше. Инсектоид спрут. Инсектоид он в клетке. Понятно. А как он в клетку попал? Добровольно пошел? В сканер. В сканер нет. В сканер сканирует. А демон вытащил его? Да, в клетке. Хорошо. Демон в клетке. Все. Значит у нас получается. Считай цифры над головой демона. Один, два, три. Четырнадцать. Хорошо. Подожди, у нас дванзик той, да? Дванзик. Мы уже поженились. Мы же такое знаем. Одно мужское, другое женское, да? Чтобы я их рассмотрела? Нет. Я просто вижу в зеленом теле много слизи. Оранжевое, желтое почти пустые. Там затемнения большие. Все понятно. Запущенный случай. А в зеленом слизь прямо вот. Цвет есть зеленый, но слизь в нем. И давай еще по космическим пройдемся. Вишутка, голосовая чакра, светло-голубой цвет, пятая. Кто у нас там? У нее на плечах кто-то сидит. Да, вот он ее. Я понимаю. Это... А чего он не в клетке? Сейчас, подожди, дойдем до него. Да, этот. Орахной. Ну, это... Орахной. Ай, прям на языке крутился. Ты посмотри. Засранец. Хорошо. Мерзкая сущность. Дальше. Целый зоопарк. А он занял здесь все. А он все занял. Хорошо. Все занял. Значит, у нас получается один демон 14-герцовый. Инзиктует. Один. Инзиктует. Два. Орахной. Четыре канала? Давай подсветим все каналы ярко красным цветом. Один, два, три. У нее черное на шее еще что-то. Оно не ушло от скэнера, да? Оно это этого. Арахной. Арахной, да? Это арахной, да. Хорошо. Скэнер закончил работать свои? Нет, работает еще. У нее еще кто-то есть. И я даю команду. Виолетовом теле. Хорошо. Перепрограммируй скэнер. Она находит всех абсолютно ненайденных еще интерферентов. Интерферентов, два, три. Пошла работа скэнера. У нее и спрут есть, но он двигается без конца по ней. Так. И сила моего намерения. Я вытаскиваю этот спрута и швыряю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Готов. И подхожу к спруту. Два удара на чистоте спрута копьем. Один, два, три. Пошли удары. Пытается поймать копьем. И в моих руках появляется шар атмана. Один, два, три. Загорается ярким цветом. В угол заполз. Спрут, хочешь это словить сейчас, а? Я не слышу ответа. Он щупальцами бьет. Это да или нет? Сражается. А, он со мной сражается? Хорошо. Ладно. Убираю шар атмана. Может, его поранит. И на счет три. И включаю сейчас печать семи архангелов мощнейшим потоком света. Готовлю удар энергии любви отца. И этим ударом светом посылаю его энергию любви этому спруту. Один, два, три. Удар. Из него что-то черное вышло. Не любит он, наверное, никого. Ладно. Вышло, так вышло. Может, он так в туалет сходил, откуда я знаю. Она будет потом почистить. Знаешь, бывают такие вот какие-то в одежде вот каракатицы или кто? Они вот такую синюю как краска выпускают из себя. Ага. Вот это он сделал. Я же говорю, обделался. Хорошо. Так, я еще раз спрашиваю, спрута, ты будешь там дергаться или ты будешь мои команды выполнять здесь? Будет слушаться. Еще кто-то есть, там прыгает по полю. Давай запустим еще раз скэнер. Мне это не нравится. И на счет три. Включается скэнер. Сканирует на всех частотах еще раз. Всех находит. У нее от этого. От арахноида вывелись. Дети. В ней уже? Да. В руках, в ногах у нее тяжесть такая. Так, со спрутом мы разобрались. С инзиктоидом. Инзиктоиды? Вы меня слышите? Да. Когда вы зашли в это тело? Три года живут. Три года. Арахноид, когда ты зашел в это тело? Семь. Семь лет. Поэтому и дети. Спрут, как долго ты сидишь в этом теле? Он десять лет сидит. Он передвигается везде по ее телам. Голова, плечи, поясница. По спине ползает он много. За что я отхватил сегодня. Хорошо. Здорово, демоняка. Тебя приветствуют. Я тебя приветствую. Ты знаешь, кто мы? Послышан. Отлично. Значит, мы тогда сегодня... Я могу от тебя не ожидать сегодня никаких обманов. Он говорит, что... В доказательство этого я могу сказать, что у меня здесь черт. А что он не вышел? Здесь со мной. За него прячется. Не, ну ты же знаешь, мы по-любому бы обнаружили. Но это тебе делает честь. Знаешь почему? Потому что когда бы я начал сейчас проверку и пошел бы реверс, выстрелился бы два канала. И к тебе, и к черту. За то, что ты сказал правду, тебе зачет. Хорошо. Давай, демон, рассказывай, как долго ты в этом теле находишься, кто тебя прислал, если тебя прислали, или ты сам зашел. Так и 14 керц. Ты бы так не заходил бы, к кому попало. Итак, я весь во внимании. Родовое что-то. Вот так вот. Рассказывай. Кто там заключил контракт с вами? По женской линии. Так я не понял, как ты попал в это тело? По контракту. Одна из пар бабушек заключила контракт. А на какой она контракт заключила? По женской линии. На весь род? Да. Понятно. И что она за это получила, бабуля? На следующие семь колен по женской линии. Воу. Это ж когда было? А это какое колено тогда сейчас? Четвертое. Ты посмотри, это четыре колена уже. А где бабушка? Что она делает-то? Что она такую гадость сделала своим родственникам? Как ты думаешь? Заключила контракт с вами на получение чего-то. На нас. А, ну понятно. Но она прислуги там, или где-то она демоном стала, или бесом, или чертом. Куда вы их берете, мне просто интересно. Именно такие. Делает свою работу. Ну понятно. Ну она внизу, да? Она внизу делает свою работу. Все понятно. Ладно. Пока не прервется контракт. Сегодня он прервется, этот контракт. Поэтому я тебе хотел к этому привести. Мы сегодня будем делать реверс энергии. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Реверс энергии. А все обнаружены. Сейчас происходит чистка галины. Мы будем расторгать все контракты. Вы будете вытаскивать все, что вы оставили в ее биополе. Возвращать всю светлую энергию и забирать всю черную энергию. После этого, когда мы закончим, будет произведена проверка. Одним миллионом герц. Поэтому я очень рекомендую всем все вытащить. Для того, чтобы они по каналам не сожглись в этой клетке. Уже были такие случаи. Когда черт забыл что-то снять и сгорел. Или арахноид не успел спасти. Оставил что-то. Одну присадку. И по этой присадке случилась очень большая трагедия. Поэтому я вам просто рекомендую не заниматься этим. А выполнять все команды честно. Все поняли? Смотри, все поняли. И вот демон. Он у тебя просит ее вот эти эмоции собрать и отдать ему. Вот это ее копия, как артефакт. Вот это то, что она показывает. Внешне. Но внутри у нее буря. То есть все эмоции закованы в какую-то комнату. Черную, в которой она не может найти ответа и мечется. Но это связано все, я понимаю, с этим контрактом, демон, да? Да. Да. Из-за контракта они могут управлять эмоциями. А как получилось так, что ты разбил все там тела, что мы их собирали по одному? Кто это сделал? Тонкие тела. Его работает. Да. А куда ты их раскидал-то? Я такого еще не видел. Разно из службы, говорит. Понятно. Понятно. Причинил ты немало там вреда, я понял, да? Сколько ты лет, ты говоришь, сидел там? С рождения? Если это контракт. Нет. С рождения наблюдал. А когда зашел? После 25. После 25. И началась у человека карусель в жизни, да? По ее собственной воле. По ее собственной воле. Это тоже интересно. А как это так? Расскажи-ка про ее собственную волю. Она же ничего не желала. Это же бабушка там с вами заключала. Или ты какую-то... Родовые связи. А. Родовые связи. Скажи мне одна вещь, меня очень интересует. У Галины есть дочь. У этой дочери, я сто процентов знаю, сидит твой брат. Давно ли он там сидит? Ты же должен знать такие вещи. Я не могу распространять. Все, что интересует Галины, я скажу. Ну, понятно. Хорошо. И ты понимаешь, что дочь – это пятое колено. Не понял? Я понимаю, что? Дочь – это пятое колено. Дочь – это пятое колено. Все понятно. Делай выводы. Никаких вопросов, Дима. У меня к тебе никаких проблем нет с тобой. Ты кооперируешь. Я соберу всю негативную энергию. Ты можешь ее потом... Я сделаю тебе шар из нее. Ты можешь ее потом забрать, когда я тебя буду отпускать на твою чистоту. Договорились, да? Да. Все, хорошо. Давай, Вера, переходим. Начинаем процедуру чистки. То есть реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Галины. И спроецировать все энергетические сферы. Веренности отдаемой энергии всех болезней. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Вот к спорту энергия идет, но она такое ощущение, что состоит из его вот этих присосок. Серых каких-то возвратов. Такой идет. Эти товарищи меня особо удивляют. Потому что я говорю. Десять лет, где они делают человека руины. Ну, так как фантомы были под присмотром, получается. Темных, да. Да, темных. Верхние использовали физическое тело, как могли. Инкубаторы здесь и у спрута, и у арахноидов и инзиктоидов. Инзиктоиды, три инкубатора, обалдеть. А поскольку два инзиктоида, то это значит еще, ну да, три. Хорошо. Идет энергия? Да, идет. Усиливаются потоки в 50 раз? Энергия, честно скажу, такая грязная, ко всем идет. И зелень, и слизь вот идет. Тут какая-то. Демон 25 лет, с 25 лет сидел. Вау. Ну, он выходил, заходил, так как она под контрактом, под присмотром уже, да. Он туда-сюда выходил. То есть он покидал тело. Слышь, Демон, скажи, а как с остальными другими? Это же получается практически тогда и мама ее, и бабушка ее. Они все тоже с контрактами тогда получаются, да? Контракт один на всех. Ну, в смысле один на всех контракт, и он их связывает. То есть если у дочери родится и дочка, то она становится шестой. Да. Классно у вас все устроено, все продумано. И той бабушке уже нет 4 жизни назад, это уже, наверное, лет 250 прошло, да? Вот. Больше. Больше даже, да. Нет, не больше. Он не про то сказал. Он про ее прошлую жизнь сказал. Бабушки, да, где-то в этих пределах. Он говорит, что для нас это не о чем. Отрезок времени. Я жду, у вас нет времени. Поэтому мы берем 7 колен, как минимум. А ты был тогда, участвовал, или кто-то другой участвовал в заключении сделки с бабушкой? Другой. Другой. Тебе передали это как по наследству или как? Работа. О, понял, хорошо. Я понял, да. Энергии идут. Демон, как тебя зовут? Как тебя называть? Барк. Барк? Да. Барк. Понятно. У нас было много случаев с контрактами родовыми. Мы решаем такие вопросы. Но был один особый случай. Он был заключен тоже одним дедушкой, который 3... Человек даже не знал этого дедушку. Но контракт он заключил с Вильзевулом. После того, как мы расторгли эти контракты, Вильзевул приходил все равно еще 6 раз. На 7 раз я был вынужден применить против него энергию царя Соломона и вывел его из, так сказать, из работы. Потому что 7 раз это все-таки 7 раз. Если контракт заканчивается, значит, надо соблюдать правила. Вот я за эти правила. Если ты сейчас расторгая контракты, ты больше никогда в ее биополе не приходишь. Мы понимаем друг друга? Он говорит, что, как я уже сказал, я делаю свою работу. Я не приду, но контракт это не моя. Тебя послали сделать этот... Так сказать, присмотреть за этим контрактом. Я все понимаю. Не моя, как сказать... Не тебе решать. Не моя, да, не моя работа. Не в моей силе. Ну, понятно. Я просто тебе это сказал для того, когда ты пойдешь назад, для того, чтобы ты знал, что рассказать. А, я знаю, что рассказать. Хорошо. Много идет энергии Веры, да? Потому что они не хотели отдавать ее. Кто не хотел? Ну, смотри, получается, что у нее энергии почти не были. То есть они почти не сосали уже с нее энергией. Они просто пользовались ее физикой. Понял. Энергию отдали. Все отдали. Хорошо. Давайте тогда начнем с черта. Черт, выходишь сейчас и снимаешь там все, что я оставил. Носочки с демоном, все, что оставили. Я потом после этого буду проверять. Если ты меня обманешь, я тебя сожгу. Если не обманешь, отправлю домой. Демоном, он говорит, он сожгет. Собирайся. У меня ощущение, что он как распорки какие-то такие углом поставил. Вот он сидел и он колени как выламывал ей в разные стороны, чтобы ему место было там. Хорошо. Снял черт все. Хорошо. Так. Обращаясь сейчас к спруту. Спрут. Вытаскивай все. До последнего микрона. Все, что я оставил в биополе Галины. Приступай. Защита активирована между нами и спрутом. Он как пылесос что-то вытягивает из головы. По позвоночнику ползает. Собирает. Даже подмышками собирает что-то. Теперь присоски начинает снимать. Я прошу всех ничего не забывать. Мы найдем все. Но тем самым вы себя поставите под удар. Я вам не хочу наносить боль. Поэтому делайте честно. С пальцев снимает. Такие как окончания. Ну вот ноги его, как они называются, скажи. С прута. С щупальцем. С щупальцем. Да, вот как такие сантиметра 2-3 щупальца. Вот эти он снимает с пальца. Вау. Все забрал. А слизь ты забрал оттуда? Ну вот он сперва ее, говорю, как пылесос высосал. Сперва слизь, она везде. Да, хорошо. Так, арахноид. Сейчас твоя очередь. Выходишь, достаешь все. Все свои инкубаторы. Все, что ты там оставил до последнего микрона. Приступай. Оранжевое, желтое, зеленое тело. Которые были слипшиеся, да? Да, да, да. И вот зеленым вот это как раз слизь. А то есть они готовили туда тоже инкубатор ставить. Демонская. Утепляли, что ли? Слушай, она бы долго не протянулась такими этими подключками. Мне кажется, демон... Вот демон говорит в этом и весь смысл. Ну понятно. Для тебя только, конечно, интерес, что они работают-то практически на тебя. Они ускоряют. Потому что ты забрал ее душу, да? Ты это хотел сказать? То есть у вас какая-то кооперация. Ты со своей стороны делаешь. Говорит, что первая, она должна произвести потомство женского рода. А дальше мы пользуемся всеми телами, как хотим. Согласно. Согласно контракту. И сняли, сняли эти... Арахноид все забрал? Нет, инсектоиды собрались. Инсектоиды забрались с желтого, оранжевого и зеленого тела. Арахноид у нас голубом. Шея это его. Черная. Черная. И у него эти пауки маленькие. В ногах и в руках. Арахноид приступил уже? Или еще нет? Приступил. Хорошо. О, вот эту шею он снимает. И они все прицеплены к ней. Из рук, из ног. Висят. Как на бусинке, да. Я вижу, как на бусинке. Гирлянду снимает. И прицеплены они все вот эти паучиной какой-то, паутиной тянутся. Он их зовет как-то всех. То есть он их снял, вынес и зовет еще, если кто-то остался каким-то таким... Звуком. Звуком специальным. Как дудит. Дудит как-то, не знаю. Хорошо. Логично в любом случае. Готово. Хорошо. Значит у нас получается... Демон, ты что-то еще оставил там? Или черт все забрал? Есть еще. Давай, вытаскивай. Снял. Как знаешь, видно было что-то после того, как вышли пауки на руках и ногах. Он оставил еще. Хорошо. Так, все готовы к проверке? Сейчас, подожди. Готовы, да. Никто ничего не забыл? Еще раз спрашиваем. Подумайте. За столько лет могли забыть. И, значит, три. Запуская скэнер еще один раз. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать на всех частотах. Все семь тонких тел находят малейшие наночастицы, присадки, импланты. Все, что могло еще остаться. Загорается ярко-красный маячок. И над клеткой ответственного загорается ярко-красный маячок. Один, два, три. У нее что-то есть еще. Знаешь, вот от этого артефакта, как частица души, что ли, в ней вернуться должна. А что это за артефакт? Она вот, которая ее копия стояла, как кукла, которую мы сперва нашли. Подожди, а мы ответственного вытащили от этой куклы? Это демон. Это демон был, да? А что ты там оставил демон еще? Какую-то крупицу души туда подсадил. Да? Забирай назад. Чтобы она была, естественно смотрелась. Он-то собирается забирать назад или как? Нет, ты верни. Ты верни все осколки души, что пришли назад. Хорошо. И сейчас я даю команду. И все частички души, галины, которые не находятся в ее теле, притягиваются энергией галины. И летят назад с огромной скоростью на свои места, куда они должны были, где они находились до этого. Один, два, три. Со всего информационного пространства с любых сторон прилетают эти частички, которые были рассеяны во всей Вселенной. Находятся они и возвращаются назад в биополе галины. Она притягивает свои частички души, свои энергии. А, ну вот демон говорит, что что-то вернется, но полностью ты не сможешь вернуть, пока не расторгнешь контракт. Я сегодня расторгну контракт, я ему его прямо сейчас расторгну. И все копии, и все зеркала, все полностью расторгну. Хорошо, значит, мы тогда после этого, после чистки соберем все души, все частички души. В этом отношении он, скорее всего, прав, потому что они удержатся этим контрактом. Хорошо, так, я подхожу сейчас к Галине, кладу ей руки на плечи, и моей собственной энергии, 500 тысяч герц, сжигаю все каналы, все импланты, чипы, датчики, которые только могут еще находиться в ее теле. Один, два, три, удар, 500 тысяч герц. Никого не тряхнуло? Ну, у нее вот с этим, со своей копией, получается, канал остался. Не можешь, говорит Демон. Не могу. Пока контракт существует, не можешь. Ну, ладно, хорошо, Демон, будешь присутствовать до конца, пока я контракт расторгну, или мне на слово поверишь? Он говорит, что ты мне обещал. Конечно. Хорошо. И я даю команду, и сейчас. Из всех тонких тел Галины выходит вся негативная эмоциональная энергия. До последнего микроны формируется в большой, черный, твердый шар. Один, два, три. Энергия начинает накручиваться на этот шар. До последнего микроны негативные энергии, эмоциональные энергии, злости, страха, боли. Все остальные энергии негативные выходят из ее биополя и налипает на этот шар. Шар крутится, пока последняя частичка в него не приклеится. Красно-черная идет. Готово. Прямо его цвета. И отправляет этот шар к демону в клетку. Один, два, три. Проглотила. Черт, есть лярвы где-нибудь на теле Галины? Да, руки, ноги. Иди забери их, я тебе их отдаю. Только забирай все до последнего микрона. На ладонях и подошвах у нее лярвы были. А они быстро их заберут? Да, он забрал их уже. Отлично. Видишь, еще и накормили гостей. Хорошо, Вера. Так, все у нас прошли проверку. Все готовы уходить, я понимаю, да? Все готовы уходить? А вот демон. Он говорит, что за ее душой идет борьба, чтобы ты не подумал, что мы так легко уходим. А как ты думаешь, кто я такой? Вот он это и говорит, что раз уже она попала до тебя и столько подселенцев у нее, то есть идет борьба за душу именно, то есть светлая сторона пытается ее сохранить. Кому-то здесь он говорит. Абсолютно верно. Если светлая сторона пытается ее сохранить, то она нашла нас. Но я тебе скажу, что нас немногие находят. Многим вы даже мешаете к нам доходить. Они не могут телефоны набирать, они к нам не дозваниваются, они нам пишут письма, не доходят. В общем, я вижу, что мы где-то там в центре стоим всей этой вот войны. Но, демон, я исполняю свою работу, как и ты. Ты исполняешься. Он говорит, я понял. Все, хорошо, договорились. Все, у меня к тебе претензий нет. Единственное, я тебя прошу после того, ты лично не приходи в это тело больше. Я не хочу тебя видеть в этом биополе, потому что я сегодня все контракты буду разрушать. После этого я буду регулярно проверять ее биополе. Я могу через день прийти. Или как она мне позвонит. Говорит, что я не приду, если не будет контрактов или копий контрактов. Хорошо, я понял. Или она не заключит что-то новое. Все понял, хорошо. Я надеюсь, что она не заключит ничего нового. Это же бабушка заключала. Другие-то не заключали в ее роде? Да, другим было не до этого. Другим не надо было, да. Да, другим этого хотелось. Никто не расторгал контракт. Никто не расторгал. А сколько лет назад это было, скажи мне, приблизительно в наших человеческих годах? Просто прикинуть. Что было? Заключение контракта с вами по ленте времени. 180. 180 лет назад. Ладно, хорошо. Благодарю тебя, Демон. Я надеюсь, ты не в обиде на меня. Я тебе тоже сегодня отдал немножко то, что ты просил. И ты мне не соврал, за что я благодарю тебя. Ты готов уходить? Готов. Хорошо. И, значит, 3 открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. И с тобой огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Черт готов уходить? Да, готово. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте черта. 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту и забывает дорогу назад. Хорошо. И спрут готов уходить? Да, готово. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут уходит на свою частоту и забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Арахноид готов уходить с семьей? Арахноид 1. Один. Да, с пауками. Ну да. Готов. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид уходит на свою частоту. Забывает дорогу назад, забирает все, что он с собой принес. Вот он их выпустил с первого, потом сам вышел. Посмотри, какие они запутливые родители. Даже лучше, чем люди некоторые. Готовы. Хорошо. Так. Инзиктоиды готовы уходить? Да, готовы. Вас в один портал отправлять или каждый в свой? В один. Хорошо. Открывается один портал на частоте инзиктоидов. 1, 2, 3. Инзиктоиды уходят на частоту инзиктоидов. Забирая все, что они с собой принесли. Забывая дорогу назад. Вместе пришли, вместе ушли. Готовы. Все. Все ушли, Вера, да? Все ушли. У нас осталась вот копия. И под этой копией... Подожди душу. Там она душу должна еще вернуть. Конечно, да. Надо контракт расторгнуть. Давай сделаем так. Давай сейчас включим фиолетовые высоковибрационные лучи на предмет вытеснения любой чужеродной энергии. Кроме той, которая у нас в клетке находится. Вот эта копия. И вытесняется любая на наноуровне частички энергии интерферентов. 1, 2, 3. Пошли фиолетовые лучи. В слезе много было. Горит. Поэтому и говорю. Горит, да? Даже. Да. Как шипит. Как кислота какая-то. Вот так ходи голыми ногами. По грязному полу. Готово. Давай тогда сделаем следующее. Переходим тогда... Пройдемся по частотам. Да, Вера? Да. Переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть. Оно сейчас проявляется. 1, 2, 3. Нет, я не вижу магии. Нет магии. Хорошо. Переходим на частоту. Неупокойные бесплотные души. Если таково есть, они сейчас проявляются. 1, 2, 3. Тоже не вижу. Но она, знаешь, она как загорожена пока. Здесь ее надо поднимать еще потом, когда она полностью чистая будет. Через какое-то время. На проверку. Потому что, да, нету подселенцев. Хорошо. Бесплотных подселенцев нет. Поехали на частоту негативной эгрегоры. 1, 2, 3. Негативный эгрегор, мешающий жизни, судьбе, здоровью, физическому и энергетическому. Эгрегоры есть. Спрашиваем тонкую копию. Галина, с какими эгрегорами она согласна расстаться? Мы можем ей помочь. Со всеми. Отлично. И проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Сама тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров она хочет отключиться. И я подхожу сейчас к Галине, кладу руки на плечи. И воссоздаю импульс высоковибрационного шокового удара, отсекая и сжигая все негативно воздействующие на жизнь, здоровье и биополе Галины и Грегоры. 1, 2, 3. Удар 500 тысяч герц. Готово. Открывается внизу воронка против часовой стрелки в галактическое ядро. И негативная эгрегора улетает на переработку. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Переходим на частоту лярвы. Если черт что-то еще оставил, проверим. Есть ли еще лярвы, если становятся сейчас видны. 1, 2, 3. Нет. Хорошо. Молодец, все съел. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Галина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать. Да. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры 1958 года, воплощенные на Земле, и которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договоры, контракты рода, контракты на воплощение и миссия, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток, всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Вышли к договорам? Да, вышли. Хорошо. И ярко-красным подсвечивается контракт с демоном. 1, 2, 3. Много их? Знаешь, он как прячется. Контракт прячется? Он как входит, во время не падает, как будто это же не ее контракт, получается. И он как, он присутствует, но его как будто нет, его как вытянуть надо, что ли. Вытянем, когда она его сейчас отсечет. Хорошо. И Галина готова расстаться с этими контрактами? Да, она готова. Пусть повторяет за мной, внутренняя властью моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. У нас Амалия в комнате. Приветствую, Амалию. Нам хотела что-то подсказать. Да, она приветствует нас. Она говорит, что в таких случаях нужно уточнить, что это не ее контракт, но касается ее души. Вызвать этот контракт. Хорошо. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры. Заключенные не ей, но касающиеся ее души. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, которые не ей лично были заключены, не ей лично были подписаны, но действия этих контрактов распространены. Экземпляры, контрагенты, всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам действуют. Родовые. Вышли, да? Родовые контракты выходят. Ну, вот он красный вышел, и он пульсирует. Он действующий. Хорошо. Это черный контракт? Ну, вот это родовой контракт вышел. Это демонический этот контракт? Да, да, красный пульсирует. Вот, хорошо, вот мы и нашли этот контракт. Благодарю, сердечную благодарность Амали. Все, поехали дальше. Она выбрала все, что она хочет. Так, и переходим к аннулированию этих контрактов. Пусть повторяет за мной. Внутри, внутренней власти моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения, по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. Энергия как золотая идет к ней назад. Вот так действует родовой контракт. Люди, думайте, когда вы просите у демонов что-то. Она должна на весь род разорвать контракт, не только на себя, иначе он не разорвется. Пусть повторяет за мной. Внутренняя власть у моего суверенного я, я разрываю контракт на весь род, объявляя все соглашения ноль и аннулированы. Все варианты ранее перечислены в галактическое ядро для трансформации энергии, которые вошли в этот родовой контракт, по законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат. Ну вот сейчас он превратился в пепел. И к ней как молния прошла такая. Теперь вопрос у меня такого плана. Это мы сейчас на весь род делали. А как же дочка в дочке там действует этот контракт, Амаля? Там же надо отдельно подходить туда, да? Ее слова были в том, что на ней прерывается. Она уничтожила его. В дочке может быть фантом. Отлично. Хорошо. Благодарю, дорогая Амаля. Вы уж дождитесь, мы скоро заканчиваем. И чуть-чуть пообщаемся. Нас давно не было. Давно не видели вас. Хорошо, Верочка. Все. Мы уничтожили этот контракт. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И остатки этих всех контрактов, договоров улетают в галактическое ядро. Пепел улетает до последнего микрона. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пусть повторяется. Я беру ответственность за свою жизнь в воплощениях, временах и снах. Сила моего намерения. Да будет так. А так и есть. Прочитала она? Прочитала намерения очень хорошие. У нее вибрации шли такие от нее. Очень хорошо. Ей нужно 500, Влад, секунду. У нас еще не забудь клетки ее. Копия. Копия. И после закачки вернуть душ. После закачки энергии. Перед тем, как активировать ее, надо собрать. Я понял. Хорошо. Хорошо. Подсоедини тонкую копию. Галина к источнику высокой аббрационной чистой энергии. Подожди. Стоп. Энергию ты спросил сколько? Ей нужно 500. Хорошо. И на счет 3. В биополе галины начинают входить. 2, 3. Все потоки пошли по 500% каждый. Ее как шатает от этих потоков. После 32% и 7 Гц. 500 получить. Она готова. Именно она прерывает контракт, потому что она готова. Такая информация идет. Отлично. Сильная душа. Хорошо. Энергия зашла в нее? Да. Хорошо. Сейчас будем возвращать душу. И я даю команду силам его намерения. Все частички души галины, которые находятся вне ее биополе, силам его намерения, притягиваются назад в биополе галины. И становятся на свое место. 1, 2, 3. Все частички души начинают собираться. И летят в галине. Все, что у нее отняли, все утерянное, возвращается из любых голограмм, из любых миров и измерений назад к Галине. Она хозяйка своей души. Но Тамаля говорит, что она еще и сама должна сказать своим намерением вернуть все. Чтобы все микрочастицы даже вернули. Хорошо. Галина, прошу вас, повторяйте за мной. Я приказываю силой моего намерения возвращаю назад себе все частички моей души. На счет 3. Повторяйте. Да, на повторяйте. 1, 2, 3. И пошла энергия назад. Пошли частички души назад. Полетели. Это ее душа. Она должна, конечно, говорить, да. Но у нее намерение хорошее, но сильное. Летит назад что-то? Приходят, да. Такие как маленькие частички энергии, я сказала. Как не кристаллы, но такие энергетические такие капли. Так душа выглядит. А, смотри. Которая у нас в клетке стоит копия, она как сдулась. Вот как. Сдулась и осела. Как надувное что-то было. Хорошо. Значит, все вернули. Активизируй. Хорошо. Активируй. Запускаем процесс активации идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошла активация. Я не могу понять, она такая яркая стала. Ангела она что-ли тоже. Да ты что? Не вижу пока вот за этим светом ничего. Вот активировалась душа. Хорошо. Но если ангел к нам придет, ее друг, обязательно, я думаю, к концу чистки. Или просто сильная душа такая. Пока вокруг нее такой свет стоит яркий, ничего не видно. Хорошо, работаем дальше, да, Вера? Давай, он сядет. Подседни тонкую копию Галинки. Пошел процесс. Создается защитная оболочка, укрепляется. Она какой-то воин. Доспехи? Сабля у нее такая длинная. Угу. Мерка была готова. Хорошо. Какая частота вибрации максимально комфортная сейчас для биополя Галины? Вибрации. Какая частота вибрации максимально комфортная сейчас для биополя Галины? Вибрации. Еще секунду, я скажу, просто информация шла, и ей нужно 32. Хорошо. И подними вибрации до необходимого значения 32 Гц. Пошел подъем. В общем, она душа воин. И в каждом роду приходят такие души, чтобы свой род выровнять и пустить по правильному пути, если род подписывает контракты или вымирает, или что-то случается. В родовой ленте приходит вот такая душа воин. В каждом роду такая есть. Вот она, такая душа в своем роду. Готова. Пусть тонкая копия Галины вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 760. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Галины до числового значения 760 Гц. Пошел подъем. Все-таки она ангельская душа. Синхронизация закончилась? Да. Подъем закончился. А, подъем. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Она еще долго синхронизироваться будет. Ну да. Будет ломать ее пару дней. Дней 10 точно. Она, ну как, синхронизировалась, но у нее очень забытая энергия, она будет долго с ними. И много у нее энергии, высокие энергии, она будет, ей надо время сгармонизировать. Хорошо. У нее крылья есть? Да, есть. Хорошо. Мы приглашаем, мы закончили чистку, приглашаем в нашу комнату друга, если это ангел, Галины. Или куратор, или учителя. Она вообще все изменилась, она вытянулась, такая, как... Статная стала. Она как такая молодая девушка, знаешь, какой-то такой есть, я даже не знаю, это ли картинка есть, ну вот мне ассоциация идет, или памятник какой-то. Вот так он, она высокая, в таком платье, светлом. И у нее сабля в руке, вот что-то такое, есть какая-то ассоциация, вот она защитник такой. Хорошо. Там кто-нибудь пришел в комнату? Да. Кто это, Вера? Приветствуем. Учитель или куратор, снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Мы просим куратора, или учителя, или друга. Галины, представите. У нас ангел с черными крыльями, и он встал на одно колено, и он ей когда-нибудь отдает такую. Защитнику, то есть ангел-воин какой-то. Хорошо, мы приветствуем, просим представиться, ангела. С кем имеем честь? Арич. Арич? Да, такое имя. Арич. Мы приветствуем, уважаемый Арич, вы являетесь другом Галины? Да. Хорошо. Другом и учеником, что ли. Понятно. У Галины есть несколько. Мы сегодня проводили ее чистку, и по ее желанию расторгнули родовой один контракт очень серьезный. Было там и шесть интерферентов. Всяких пять или шесть интерферентов. Вот демона и так далее, инзиктоид и все такое. Все этого сейчас нет, мы заправили ее энергией. Мы полностью восстанавливаем сейчас ее функции. Конечно, пару дней ей будет болеть, у нее все. Но Галина высказала желание задать десять вопросов своему куратору или учителю. Могли бы вы, Арич, ответить нам на эти вопросы? Я помогу и вспомнить. Не знаю, насколько это получится, но давайте начнем. Мой первый вопрос. Галина пишет. Кто я? С какого уровня? То есть на каком уровне находится высшее я? И кто я? Это, скорее всего, какая, видать, душа космическая, земная, ангельская. Он говорит, что ангелы бывают разные, как вы знаете. Бывают учителя, бывают наставники, защитники. Вот она ангел-воин. Она ангел-воин. Да, и мой учитель. Ну, учитель в плане, что, как ты знаешь, это мой друг, но я очень много чего научилась от нее. Понятно. Значит, вы знаете друг друга очень давно, я полагаю. Конечно. Хорошо, благодарю вас, Арич. Следующий вопрос. Какие цели и задачи ставились передо мной в этом воплощении? Самая главная задача это вывести свой род на другой уровень и очистить от черноты, он говорит. А, видимо, убрать этот контракт. А, тогда можно сказать, что мы сейчас приблизились к главной цели Галины в этом воплощении? Убрав этот контракт? А, да, мы долго бились за то, что за душу. Если бы она раньше к нам обратилась, мы, может быть, раньше ей помогли. Всему свое время. Безусловно, конечно, это была шутка. Я все прекрасно понимаю. Вы понимаете, что три предыдущие души были затянуты вниз в контракт? Какой ужас. Какой ужас. С одной стороны, а с другой стороны, какое счастье, что это на ней остановилось. Дело в том, что она пришла. Нет, он не так говорит. Не то, что затянуты вниз три предыдущие души, а три предыдущие души мучились, он говорит. Из-за этого контракта. И она здесь, чтобы именно спасти свой род и отпустить его. И, то есть, как и говорил демон, борьба идет за душу. И мы сделали много, чтобы она смогла этот контракт прервать. Да, вы, наверное, катом на нее воздействие делали. Для того, чтобы она, так сказать, действительно захотела это сама найти возможность себя. Ну, как с помощью регрессивного гипноза очистить от этих интерферентов. Я не знаю, мы первые или не первые. Было трудно достучаться, потому что у них все было организовано. Да, они очень хорошо организованы. Мы сами столкнулись сегодня с такими трудностями, которые мы до этого не видели. Вот, мы не видели, я не мог предположить, что можно тонкие тела отдельно куда-то заковывать в какие-то такие из стекла сделанные кубы, кубировать их. И частички души находились по всей вселенной, куда их там демон раскидал. Вот, но мы действительно, это трудный был такой случай. Я очень рад, что даже наш куратор пришла сегодня. Она присутствует здесь, Амалия. Вот она, благодаря ей, мы нашли это правильное решение. Она нам подсказала, как правильно сделать таких случаев. Потому что, действительно, этот трудовой контракт именно до седьмого колена даже для нас был новинкой. Но, как говорится, happy end, счастливый конец истории. Он говорит, что все работали вместе, слаженно, и Амалия, и другие ангелы. И она сама пришла в этот род, чтобы, в свой род, чтобы прервать. То есть она знала ее свою миссию. Потому что он сказал, что я помогу вспомнить. Отлично, благодарю. Ари, следующий вопрос. Так, целью мы говорили. Что еще мне надо выполнить в этой жизни, как я понимаю? Твоя цель, твой род, смотреть. Он говорит, за будущими поколениями. Все верно. Четвертый вопрос. Чем мне надо заниматься? Я думаю, вы ответили, наверное. Вопрос уже. Он говорит, что для начала тебе надо принять, кто ты. И ответ придет сам собой. Научиться жить с этим. И научиться жить с этим в гармонии. Придет сила. Вместе с пониманием придет сила. И придет ответ. Благодарю. То есть ты сама будешь знать. То есть ты уже знаешь. Благодарю. Так. Пятый вопрос. Кто мой ребенок? Какая миссия у нее? И что я могу сделать для ее максимального развития? Ты можешь только своим примером показывать ей, как нужно жить. Кто твой ребенок? Я не могу ответить. Галина хотела ее к нам на чистку отправить. Но ребенок уперся руками и ногами. Там сидит демон. Я просканировал. И пока она не готова к этим переменам. А мы не имеем права настаивать. Если она будет видеть перемены в Галине, она поймет. То есть от Галины будут идти вибрации такие, что... Демону станет неуютно. Демону станет неуютно, а дочке захочется таких же вибраций. Отлично. Вот это самый классный ответ за весь сегодняшний вечер. Шестой вопрос. Кто мой учитель и как мне с ним контактировать? Она исходила из того, что она или земная, или космическая душа. Но у ангелов нет учителей, как таковых. На многие земные вопросы я смогу ответить Галине. Арина, то есть она может спокойно вас контактировать, войти в состояние измененного транса и позвать вас. И вы как первая ответите ей. Правильно? Да. Только я тебя добавлю. Ни в коем случае не анализируйте. Принимайте первую информацию, как она идет. Вот, Галина. И так происходит контакт в астрале. Надо полностью отключить свою логику. Перед сном расслабься и призови меня. Вот. Очень легко наладим связь. Отлично. Если у тебя будут вопросы, на которые моих знаний не будет хватать, придут другие ангелы. Более высшего порядка. А пока земные вопросы, которые тебя интересуют, я смогу ответить. Хорошо. Там был один вопрос. На каком уровне высшее Я сейчас находится? Галина? На одиннадцатом. На одиннадцатом уровне. Хорошо. Так. Седьмой вопрос. Что важного хотят мне передать мой куратор и как сделать общение более понятным? Ты правильно услышала. Это было самое важное, что мы хотели передать. Все правильно вы услышали, Галина. Все отлично. Восьмой вопрос. Что мне рекомендуют мои кураторы? Я хочу вернуться к предыдущему вопросу. Пожалуйста. Может, я непонятно объясняю. То есть, я еще раз хочу сказать, что работала целая команда, чтобы Галина прервала контракт. И это самое важное, что было сделано. Что мы сейчас здесь и разговариваем. Что мы смогли достичь этой минуты. Нам, правда, об этом никто не говорил. Но мы свою функцию, я надеюсь, выполнили. А речь на заключительном этапе вместе с Амалией, нашим куратором и Верой. Все было спланировано заранее. Класс. Хорошо. Итак, восьмой вопрос. Что мне рекомендуют кураторы? Я хочу еще добавить, что как... Прошу прощения. Мы работали в команде с ангелами. Так же, как и нижние миры работали в команде. И выставляли копии, чтобы сбить Восток с истинного пути. Шла борьба за душу, Калини. Вау. И поэтому я хочу сказать, что самое главное достижение сделано. Ну так это праздник, который сильно можно... А дальше осознание идет. Конечно. Нужно наступить осознание. Это даст сил. Когда будет силы, придет новое решение. Благодарю. Могу ли я напрямую общаться со своим куратором и как? Девятый вопрос. По-моему, я уже ответила на подобный вопрос. Уже несколько раз, по-моему, Арич. Но я просто зачитываю список. И самый последний вопрос. Я не знаю, вы будете отвечать на этот вопрос или нет. Но он гласит так. Вакцина от ковида. Как нейтрализовать ее вредное воздействие? И есть ли хоть капля правды, что она уничтожает человека? Всех заставили сделать прививки на работе. Врачи утверждают, что это обычная прививка без чипов. Не знаю, поняли вопрос вы или нет. Но ее привили вакцины. Я услышала несколько вопросов. А, так и есть. Что это и как нейтрализировать? Я права? Вы правы, да. Первый вопрос ее был. Она меня спросила в переписке. Можем ли мы нейтрализовать действие этой вакцины? Действие вакцины может нейтрализовать только сам человек своим наверением и, самое главное, осознанностью. Если человек осознал, что он сделал что-то ошибочно, я специально не буду упоминать здесь вакцину. Если человек что-то осознал, что он сделал ошибочно, он может собрать всю силу воли и мысли формы, вытянуть этот негатив из себя. Мы так сегодня делали со всей негативной энергией, находящейся в ее биополе. Только сама душа своей осознанностью может... Неимоверную силу дал отец. Может, какое-то слово считает, как дезинфицировать или деактивировать, наверное. Нейтрализовать. Деактивировать действие вакцины. Понятно. И тем самым вы, уважаемый Алич, ответили на все остальные вопросы, связанные с этой темой. Вы знаете, мы уже несколько раз встречались с таким вопросом и задавали их действительно только ангелы. И в двух предыдущих случаях друзья-ангелы, они просто стояли рядом и смеялись. Они искренне от всего сердца смеялись над этим вопросом. Это именно насчет прививок и насчет этого всего. Но никто не ответил на этот вопрос. Никто толком не хотел или не мог ответить на этот вопрос. И я очень признателен, благодарен вам, что вы его так красиво рассказали. И Галина наверняка теперь правильно поймет, как она может достичь то, о чем она просит в этом вопросе. Тут действительно было завуалированных два или три вопроса. И правда это или нет. И как избавиться от... Для кого-то правда, для кого-то нет. Еще раз говорю, должна быть осознанность того, во что ты веришь. Если ты осознанно не веришь в это, то есть как ты осознал, что тебе это не нужно, сделай так, как я сказал уже. Благодарю. Уважаемый Ариш, мы закончили все вопросы. Сейчас хороший был бы момент, если вы хотите от себя что-то Галине передать. Она это услышит обязательно. Ей будет очень приятно. Я очень хочу, чтобы Галина вспомнила, кто она. И после принятия нам будет очень интересно общаться. Как мы это и делаем. Да. Вот так вот. Я буду ждать. Уважаемый Ариш, вы хотели бы... У нас есть традиция, мы всем, кто приходит к нам, к своим подопечным, мы делаем подарки. Есть ли у вас какое-то желание, которое мы могли бы для вас материализовать? Это может быть любой пейзаж, это могут быть любые фрукты, яблоки, это может быть любая чистейшая горная вода. Например, материализация какого-нибудь мыслеформы, леса, горы, все, что душе угодно. Что бы вам хотелось? Я не думала об этом. Я знаю. Поэтому это и называется сюрприз. Я бы хотел щит. Какой? Круглый щит. Круглый. И что там должно быть? Ариш, если вы заметили, у нас с вами одного цвета крылья. Конечно, я заметил. Может быть, вам туда поставить печать семи архангелов? Как на щите должно быть? Ты услышал меня. И силой моего намерения я сейчас материализую этот щит. С печатью семи архангелов. Один, два, три. Появляется вера в твоих руках. Ты правильно понял меня. Я даже боялся произнести. И передай это, пожалуйста, нашему другу Арич. Такое нескромное желание. Ну, не бывает. Мы ангелы, мы друг друга должны понимать. Благодарю. И помогать друг другу. Я очень рад. Мне еще больше нравится, чем вам делать подарки. Чем вам принимать, мне нравится их делать, я хотел сказать. Поэтому вы и нам доставили это удовольствие. Я очень рад и знаю, что он будет в надежных руках ангела. И он будет нести свет и защищать любовь отца от всяких темных, низковибрационных сущностей. Я знаю, что эта печать будет в надежных руках. Я искренне благодарю всех и дарю вам свою любовь. Примите от нас, пожалуйста, Арич, искреннюю энергию. И благодарность. Благодарим. Принимаем вашу благодарность и вашу любовь и посылаем от нас нашу энергию любви и благодарности от Галины, от Веры и от меня. Прими, пожалуйста. Со своей стороны, я бы хотел напомнить вашу комнату энергии, ангельской энергией. Очень приятно, благодарим. Дело в том, что мы эту комнату будем расформировать. Мы сейчас заканчиваем работу. Но если ты нам подскажешь, как это сделать, мы тоже наверняка сможем наполнять эту энергию, эту комнату энергии. Вы ее получите, как волна. Как волна энергии. Сейчас ветер у меня в квартире такой чувствуется легенький. Благодарю, Арич, очень приятно. Принимаем. Приятно иметь дело с ангелами. Я буду ждать, Галина. Обязательно она выйдет на связь. И прощаемся с вами. Желаем всего доброго. Прощайте. Всего доброго. Хорошо, Верочка. Вопросы мы задали. Подарки сделали. Будем переходить к возврату тела Галины. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Галины в систему. Биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и перемещаясь в комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. Мы приветствуем Амалию еще раз. Уважаемая Амалия, мы только освободились. Я забыл, я даже не додумался вам сделать приятный уголок, где вы могли наблюдать. Моя вина. Исправлюсь. Дам вам дорогу. Обязательно сейчас вкусненького. Как мы отработали? Мы и так соскучились за всеми. Десять дней нас не было. Вы знаете, по какой причине. Она говорит, что вы прекрасно отработали. Вы стали сильнее. И я получила огромный заряд ангельской энергии. За что благодарю всех. Мы вроде все правильно делаем. Вера, такое ощущение. Всеми нами довольны. Мы довольны всеми. Сущности не лезут куда не надо. Но это тоже на время. Отлично, Амалия, пожалуйста, примите нашу энергию благодарности еще раз. Каждый раз я благодарю Творца за то, что она нам дал такого куратора, таких учителей. И такую помощь, которую мы получаем на любые наши вопросы, даже больше, чем мы, в принципе, и надеялись. Прошу принять это. Я принимаю. И три корзиночки сейчас формируется. Одно с шоколадом, швейцарским шоколадом. Самый вкусный шоколад. Один, два, три. Вторая корзиночка с самыми вкусными фруктами, которые ягоды, которые у нас есть. Один, два, три. И третью мы возьмем из пирожных. Французские пирожные всех сортов, которые только есть. Один, два, три. Она говорит, что у кураторов сегодня будет пир. Хотел спросить, Амалия, а вот мы же не первые у вас. Это понятно. А сколько вы уже пар до нас сопровождали, если так можно сказать? Она говорит, что я ее сейчас сопровождаю. А, параллельно к нам? Да. Ой, так у вас полный рабочий день. Ну вот как раз надо энергией поправляться. Вот мы вам эту энергию сейчас от всего сердца даем. Примите ее вместе с нашей энергией благодарности и нашей энергией любви. И всем привет всем нашим кураторам, всем кураторам, вашим знакомым привет от нас. Она благодарит и принимает. Отлично. Мы тогда закончили работать, если она ничего не хочет добавить. Амалия, тогда мы будем возвращаться. Нашла. Все, отлично. И на счет три перемещаемся в наш корабль. Один, два, три. Да, мы здесь. И расформируйте, пожалуйста, комнату диагностики. Уносится в галактическое ядро для переработки в первичную энергию. Все возможно открытые порталы, все двери закрываются. Вся энергия на переработку в галактическое ядро. Первичная энергия уносится. Готово. Отлично. И на счет три перемещаемся на наше место в нейтральной зоне Млечного Пути. Один, два, три. До свидания. До свидания.